Шоколадная глазурь совершенно незаменима в приготовлении многих тортов и другой сладкой выпечки. Главное преимущество глазури в том, что это простой и универсальный способ украсить, улучшить и даже спасти неудавшуюся выпечку. А настоящие мастерицы создают целые картины при помощи глазури. Есть единый набор главных составляющих глазури из какао, но разные технологии дают разный результат. Вот этот набор время от времени подающийся небольшим вариациям. Какао-порошок, сахар-песок, сливочное масло, молоко. Молоко иногда заменяют водой, для густоты добавляют в глазурь муку, немного другую консистенцию дает сметана разной степени жирности, кроме того, иногда вместо порошка какао при приготовлении. Глазури используют твердый шоколад. Энтен Пепеп. Существует множество различных рецептов изготовления глазури. Рассмотрим наиболее популярные из них. Простой? Для него вам потребуется 3 СТ. Ложки какао, 50 граммов. Сливочного масла, 3 СТ, ложки сахара и 2 СТ, ложки сметаны. Сметану положите в небольшую удобную металлическую емкость и тщательно перемешайте с какао-порошком и сахаром до образования однородной массы. Готовую смесь поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого добавьте масло и дайте ему просто растаять в горячей глазури. Когда смесь остынет, можете ее использовать. На молочной основе. В отличие от предыдущего рецепта, для приготовления глазури необходимо использовать не сметану, а молоко. В подходящей емкости смешайте 4 СТ, ложки сахара, 2 СТ, ложки молока и 2 часа ложки какао. Варите постоянно помешивая, чтобы глазурь не прилипала, а консистенция была однородной. Эту глазурь называют мягкой. Если в эту смесь добавить взбитые яичные белки и желтки, получится шоколадный крем. С добавлением муки. Есть также такой рецепт шоколадной глазури, в котором одним из ингредиентов является мука. В кастрюльке смешиваем 50 граммов. Сливочного масла 1 СТ, ложки какао, 1 СТ, ложку муки и полстакана сахара. В эту смесь вливаем 5 СТ, ложки молока и варим до кипения, обязательно при этом помешивая. Корда глазурь остынет до комнатной температуры. Добавляем оставшиеся 50 граммов. Масло и ванилин. Для большей густоты можно добавить еще ложку муки. Такую глазурь можно назвать глазурью для батончиков. Озвучено Яндекс Спичкит. Озвучено Яндекс Спичкит. Экономный рецепт глазури. Для приготовления глазури по данному рецепту, кроме шоколада, вам понадобится только вода и сахар. Возьмите 150 граммовую плитку шоколада и растопите на слабом огне. Добавьте 1 СТ, Л, какао-порошка, полстакана воды и стакан сахара. Варить глазурь нужно до тех пор, пока она не станет достаточно густой, то есть не будет растекаться при нанесении на торт. Шоколадная глазурь не нуждается в рекламе, и использовать ее можно, повинуясь исключительно интуиции и вдохновению. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Тем не менее, мы предлагаем рецепт одного из фантастически вкусных тортиков с шоколадом от известного повара Юлии Высоцкой. И для теста, и для глазури понадобится шоколад или какао. Чтобы приготовить тесто, возьмите 4 яйца, 110 граммов. Качественного сливочного масла, муки, 200 граммов. В сахаре 150 граммов. Вам также понадобится около 300 граммов. Грецких орехов, 200 граммовая плитка кондитерского шоколада, желательно 75%, разрахлитель, 1 час ложка и ваниль. Грецкие крехи, предварительно очищенные и измельченные, нужно обжарить на сковороде без масла, или подержать в разогретой духовке около 15 минут, шоколад растопите и смешайте с маслом. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром до образования характерной пены, добавьте муку и разрыхлитель и грецкие крехи. Хорошенько перемешайте. Теперь можно соединить тесто и шоколадно-масляную массу. Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто и выпекайте около 50 минут. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. При 180 градусах или в мультиварке около 60 минут, готовый пирог еще горячим выньте из формы и дайте полностью остыть. Чтобы приготовить глазурь, возьмите 1 СТЛ какао, 100 граммов. Сливочного масла, 1 час Л сахарной пудры и 3-4 СТЛ молока. Растопите масло, добавьте в него какао и пудру, все время помешивая. Молоко добавляем, пока не добьемся нужной степени густоты. Консистенция должна быть однородной. Озвучено Яндекс Спичкит. Готовую глазурь вылейте в центр пирога и равномерно распределите ножом или дайте растечься, наклоняя корж в разные стороны. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.